Добрый день, друзья! Лаборатория ODKAR.ru Сегодня мы хотим вам рассказать о нашем приложении ODKAR Online Service Ну а в частности, если быть более точными, в данном видео мы покажем, как воспользоваться нашим приложением Чтобы быстро и вполне эффективно раскодировать магнитолу Ford Ну, самая типовая ситуация, наверное, которая и у вас случилась Это после отключения питания, снятия клемм с аккумуляторных батарей И обратном их подключении магнитола не включается, а требует код на магнитоле Самый первый важный шаг, это определить, какой тип магнитола стоит на вашем автомобиле Чтобы дальше было понятно, где и как пользоваться приложением И нам более правильно вам давать консультации, если они таковые возникнут в процессе раскодировки Итак, мы провалимся на страницу автомагнитола Ford Это такая небольшая спецификация, наверное, по моделям магнитол И находим ту магнитолу, которая стоит в частности у вас Здесь магнитолы есть и старого поколения, кассетные Магнитола на Fusion Fiesta до 2006 года Самые ходовые магнитолы, да, 6000 CD первого поколения, вот они квадратные 6000 CD второго поколения, овальные Sony, отличные очень магнитолы первого поколения, квадратные Sony второго поколения Тоже очень хорошие магнитолы, ну, на наш взгляд, по звуку и прочим параметрам Но сейчас, наверное, не об этом И уже последние магнитолы, более навороченные Это магнитолы с навигацией Ну, давайте, наверное, для примера Предположим, что у нас Focus Второй 2006 года И у нас магнитола 6000 CD первого поколения Хотя, инструкция, да, она такая же абсолютно, как и для 6000 CD второго поколения И практически идентична и для магнитол Sony первого и второго поколения Есть там нюансы, но они, как правило, больше связаны с правильным вводом кода Итак, смотрим Шаг 1 Определяем серийный номер вашего аудиоустройства Магнитола 6000 CD поколения 1, ну, то же самое поколение 2 Самый простой вариант, и нам он больше всех нравится Это при включенном зажигании и включенной магнитоле Необходимо одновременно зажать кнопки с цифрой 1 и 6 на 2-3 секунды И на дисплее магнитолы Вот на этом дисплеечке, да, я мышкой указываю Начнет появляться различная информация Там и буквы будут, и цифры, и различные комбинации Но наша задача найти серийный номер магнитолы Что такое серийный номер? Он состоит из шести цифр Вот, для примера, V029552 И буквы Два варианта буквы, может быть Буква V, это самый ходовой вариант И еще есть буква M, да, но то или другое Но чаще буква V Вот зажав 1 и 6, где-то порядка 15-18 секунд на дисплее будет бежать различная информация И надо постараться найти эту комбинацию Но не на всех магнитолах это, к сожалению, можно найти Да, на 6000 CD второго поколения 100% вы найдете буквы V и 6 цифр А на 6000 CD первого поколения, к сожалению, не на всех Да, то есть, там нюансов много, но тут как повезет Вот два видео, которые можно посмотреть Как это делается, да, то есть практически мы это делали И первое поколение, и второе И как это выглядит, и как правильно эту комбинацию вытащить, да, с дисплея магнитола Вот фотки Это 6000 CD второго поколения Вот пример V025288 Вот магнитолка 6000 CD первого поколения V531500 Это 5000 CD, редкая кассетная магнитола от Mondeo Да, здесь, видите, буква M 004553 Вот, но если вдруг 1.6 не срабатывает А такое, к сожалению, может быть Тогда вариант B 100% проверенный Это демонтаж магнитолы То есть, что имеется в виду? Магнитолу необходимо демонтировать И на заднем корпусе магнитолы Будет приклеен стикер, да, заводской стикер Вот они примеры Один, второй, от Соньки Третий И здесь уже однозначно будет серийный номер магнитолы Если, конечно, его там кто-то специально не содрал Вот здесь вот он В 008471 В 056978 Ну, в общем, вы когда магнитолу снимете Я думаю, вы увидите А если будут сложности Можете просто сфотографировать этот стикер И прислать нам А мы уж дальше разберемся с ним Ну, или там Подскажем, что дальше делать Вот видео мы делали Как снимать магнитолу с помощью съемников Это на Fusion 2008 год 6000 CD первого поколения Дальше Стерийный номер вы определили Ну, допустим, все, он у вас есть Вам нужен код Отправы, связывайтесь с нами, да Как можно связаться Вот наверху есть вкладочка контакты Ну, я наиболее простые формы связи тут Вам покажу Это наши телефоны Вот телефон Это, в частности, мой телефон Ватсап, вайбер у меня включен Можно через группу ВКонтакте написать Перейдя по ссылочке, вы пойдете в группу На почту можно прислать Да, также серийный номер Кому что удобней Ну, или просто можно написать ваше имя Вашу почту для связи Номер телефона и пожелания, опять же И здесь указать серийный номер Допустим, В123456 Все, нам этого будет достаточно Ваша заявка придет Она приходит к нам моментально Кто-то из специалистов увидит вашу заявку И, в принципе, в течение пяти минут мы свяжемся И уже, ну, решим технические вопросы по оплате И раскодировке, да То есть, где-то мы, может быть, мы вас подкорректируем Вот, в принципе, это все Что касается фордов Да, то есть, давайте еще по магнитолкам пробегусь Может быть, кому-то это будет полезно Значит, магнитолы серии 4500-5000 Значит, здесь только их снимать Только по стикеру можно раскодировать Вот они видны, да 4500 Fusion Fiesta Здесь 50 на 50, да, 1.6 можно зажать Но не на всех магнитолах Как бы здесь серийный номер будет на дисплее Но снимаются они, так придется вам постараться Не так просто, как кажется Соньку первого поколения только снимать Да, здесь на дисплее не будет серийного номера 6000 CD, как я и говорил Второе поколение 100% будет серийный номер на дисплее Здесь только зажатие кнопок 1.6 И не надо там ничего больше придумывать Квадратные магнитолы 6000 CD 50 на 50 Sony второго поколения овальная Здесь 100% будет серийный номер на дисплее Да, то есть, зажимаете кнопки И просто надо внимательно смотреть Там будет буква V И 6 цифр И навигационная система Здесь только снимать магнитолы И только фотографию стикера нам присылать Ну, вот я думаю, что по фордам все Если будут вопросы Опять же, да, то есть, они будут Пожалуйста, звоните Пишите в WhatsApp, Viber Как угодно Кстати говоря, да, я вот забыл У нас еще стоит чат Живой чат, да, то есть Здесь можно связаться с нами То есть, мы всегда видим ваши сообщения Да, то есть, прям Грубо говоря, интерактивно Если возникает вопрос Да, ну давайте Вот Здесь вот, да Как правильно ввести код Можно с нами связаться И мы вам сразу в чате ответим Да, то есть, если вы там на работе Или, к примеру, в офисе То вполне очень удобный вариант Также можно сюда сразу приложить Фотографию стикера Или еще какую-то фотографию Сразу в чат для оперативности Ну, вот я думаю, все Если будут вопросы Пишите Звоните То есть, я думаю, мы подскажем И Оперативно с вами решим И раскодируем вам магнитолу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому